Если вы хотите сохранить текущее положение вещей, никогда не произойдет ничего нового. Быть лидером означает быть безумцем, который всегда стремится шагнуть во что-то новое. Жизнь лидера — это приключение. Когда все смотрят на вас с надеждой, вы не имеете права на ошибку. Поэтому очень важно усовершенствовать свою машину. Чтобы создать ДНК успеха, вам нужны три вещи. Конечно же, проницательность, целостность и вдохновение. Если вы хотите получать вдохновение, прежде всего, вы должны найти деятельность, которая будет чем-то большим, чем вы сами. Деятельность, которая важнее, чем вы сами. Если вы займетесь безопасными, приятными и легкими задачами, которые принесут вам немного денег, вы можете заработать немного денег. Я ничего не имею против, такова ваша цель, это нормально. Но это не принесет вдохновения. Не хочу никого оскорбить, просто нет другого подходящего слова. Но жить с вдохновением и жить как клерк — это огромная разница. Жизнь клерка предопределена. Вы делаете какие-то действия и получаете зарплату. Все. Никаких рисков. Предыдущее поколение людей в Индии всегда стремилось устроиться на государственную работу. Такое стремление было всегда. Почему? Никаких рисков. Независимо от ваших способностей, вы будете обеспечены работой на 40-45 лет. Не имеет никакого значения, что вы там делаете, ходите ли вы на работу вообще или нет. Если вы устроились на работу, вас никогда не уволят. Никаких рисков. Если вы хотите ощущать вдохновение, должен быть элемент неопределенности. Без неопределенности, риска или опасности нет вдохновения. Без опасностей нет и приключений. Без приключений вы никого не вдохновите. Если люди не видят, что вы готовы делать то, на что другие не решаются, вы не сможете никого вдохновить. Люди должны видеть, что вы готовы на то, что их пугает. Конечно, когда вы рискуете, вы можете и обжечься. Да, такое может произойти. Опасность и означает, что есть риск. Вот что значит риск. Что-то может пойти не так. Мы не бросаемся во что-то, не глядя, но риск остается. Без опасностей нет и приключений. Возможно, вы рискуете своими деньгами, репутацией или частью своей жизни. Десять лет вашей жизни могут быть потрачены впустую. Такое ведь возможно. Когда вы начинаете рискованное дело, вполне возможно, что десять, пятнадцать, двадцать лет вашей жизни будут потрачены впустую. Этот риск существует. Это не смертельный прыжок с горы, но есть разные варианты растратить свою жизнь. Итак, одним из основных элементов для вдохновения является целостность. Если в вас нет целостности, вы не сможете вдохновлять. Целостность — это не набор моральных принципов ценностей и этики. Нет. Целостность означает, что вы преданы чему-то большему, чем вы сами. Это может быть преданность вашему бизнесу, общине, народу или миру. Мы не знаем, чему именно. Но вы преданы этому больше, чем себе. Тогда люди увидят вашу целостность. Люди почувствуют ее, потому что вы привержены чему-то, выходящему за рамки ваших интересов. Если они этого не увидят, вы никого не сможете вдохновить. Если вы не сможете вдохновить окружающих вас людей, и они будут заниматься саботажем, то ваша жизнь закончена. Знайте это. И эти саботажники сделают вашу жизнь ужасной всеми возможными способами. Да? Видели таких? Сегодня единственный способ борьбы с ними — это угроза увольнения. в какой-то мере это работает. Но с таким подходом вы не добьетесь от людей самого лучшего. Речь не о том, чтобы заставить их работать, а о том, чтобы они превзошли свои ограничения и делали что-то. Только тогда вокруг вас будет происходить нечто прекрасное. только тогда участие в этом деле стоит того, чтобы прожить следующий день с полной отдачей. В противном случае, после пяти, десяти лет успеха, вы задумаетесь о том, стоила ли игра свеч. Может быть, вы не произнесете этого вслух, но это будет написано у вас на лице. Да? Это будет написано у вас на лице. Будет отражаться вопрос «какова цель моей жизни?». Может быть, он и не проявится в словах, но появится на вашем лице. В возрасте пяти, шести лет, ваше лицо было таким. Теперь постепенно. Это означает, что вопрос уже появился. Он еще не выражен, но уже здесь. Вопрос появился, потому что нет вдохновения. Вдохновлены должны быть не только вы. Вокруг вас должна быть атмосфера, наполненная вдохновением. Без твердого ощущения целостности этого не произойдет. Если ваша целостность основана только на морали и этике, тогда люди будут испытывать к вам отвращение, потому что очень тяжело жить под моральным давлением. Очень тяжело. Это отнимает жизнь. Но если ваша целостность выражается через преданность делу, которая важнее вашего личного благополучия, тогда все вокруг вас будет наполнено вдохновением. Мы подошли к проницательности. Это самая сложная часть. Проницательность означает, что вы способны видеть то, что другие не видят. Вы способны увидеть что-то раньше других людей. Вот что важно. В какой-то момент все все увидят. Но дело в том, что вы увидели это раньше. Это все меняет. В битве это решает жить вам или умереть. Если вы занимаетесь бизнесом, это решает, будете ли вы действительно успешны или просто будете зарабатывать. Если вы находитесь в духовном процессе, это даже хуже, чем битва. Если вы не обладаете проницательностью, и рядом с вами нет такого человека, тогда это пожизненная рутина. Если вы не обладаете проницательностью, и никто рядом с вами не обладает глубокой проницательностью, и вы занимаетесь духовным процессом, тогда вас ждет рабство длиной во много жизней. Да. Вот почему такие люди становятся самыми серьезными во всем мире. Из-за того, что люди в основном пытаются действовать с помощью своего интеллекта, у них отсутствует проницательность. Это печальное следствие того типа образования, которое прививается повсеместно, где ваш интеллект рассматривается как главная ценность. Суть в том, что ваш интеллект работает только с теми данными, которые в него поступили. Данные — это память. Тья-то или ваша. Память — это то, что уже произошло. Если вы работаете с уже имеющимися у вас данными, вы можете представлять их и комбинировать. Какое-то время это будет выглядеть как волшебство. Но ясно одно — ничего нового никогда не произойдет, потому что вы увязли собственных данных. Проницательность означает, что вы не отождествляетесь с чем-то ограниченным. Ваша ограниченная личность, по сути, основана на данных, которые вы собираете. Допустим, сейчас вы отождествляетесь со своими личными качествами. Следовательно, вы станете тем, с чем отождествились. Или, скажем, вы отождествляете себя со своей общиной или нацией, и это то, чем вы становитесь. С чем вы себя отождествляете, тем вы и становитесь. Так вы не сможете увидеть жизнь такой, как она есть. Вы не можете видеть вещи такими, какие они есть. Просто потому, что придаёте большее значение памяти, чем человеческому разуму и интеллекту. Человеческое внимание и разум имеют гораздо большее значение, чем ваша память. Вы слышали об Эндрю Карнеги. Эндрю Карнеги начал зарабатывать большие деньги в Соединённых Штатах. Тогда ещё не пришло время Илона Маска, Джеффа Безоса и всех этих людей. Никто не зарабатывал миллиарды. Люди зарабатывали деньги постепенно. Но этот парень начал зарабатывать огромные деньги. Поэтому, естественно, возникло подозрение. Откуда такие деньги? В 20-х, 30-х годах в США было много финансовых пирамид. Поэтому все думали, что он занимается махинациями. Была сформирована группа конгрессменов для расследования деятельности Карнеги. Расследование длилось какое-то время, но никаких нарушений не было обнаружено. Тогда они вызвали его на допрос. Мы не нашли никаких нарушений, но здесь должно быть что-то скрыто, потому что вы заработали так много денег за такой короткий срок. Какое-то нарушение всё-таки должно быть. Что вы скрываете? Спросили они его. Карнеги ответил. Я могу уделять абсолютное внимание тому, что вижу в течение пяти минут. Кто-нибудь из вас способен на это? Конгрессмены подумали, что за чушь. Разве мы не сможем удержать внимание каких-то пять минут? Тогда он провел эксперимент. На пять минут никто не смог удержать свое внимание больше нескольких секунд. Они постоянно на что-то отвлекались. Так они поняли, что не способны уделять внимание чему-либо в течение даже пяти минут. Тогда Карнеги сказал им, вы не должны управлять Соединенными Штатами. С такими, как вы, эта страна далеко не уйдет. Потому что человеческое внимание может открыть дверь во Вселенную, тогда как память просто копается в прошлом. К сожалению, сегодня данные приобретают все большее значение. В любом случае, когда искусственный интеллект станет более распространенным, все это уйдет на второй план. В моем телефоне больше информации, чем у всех вас вместе взятых. Да? Да или нет? Он способен получать степень доктора наук каждый день. Да, в нем достаточно информации. Так что не принимайте данные и информацию за разум. Разум оттачивается только вниманием, а не мышлением. Мышление это просто переработка данных. Я не говорю, что данные совершенно не важны. Они важны. Если вы хотите сохранить определенное положение вещей, данные важны. Но если вы хотите стать лидером, быть лидером значит быть безумцем, который всегда стремится шагнуть во что-то новое. Что-то новое означает, что вы постоянно хотите попасть на неизведанную территорию. То есть вы осознанно движетесь навстречу опасностям. Жизнь лидера это приключение. Из-за того, что это приключение, люди будут смотреть на вас как на образец для подражания. Когда все смотрят на вас с надеждой, вы не имеете права на ошибку. Поэтому очень важно усовершенствовать свою машину. прежде чем увеличить свою активность. осознанно сегодня, в будущем, Продолжение следует...